Всем привет, друзья! Не так давно мы снимали такой сравнительный обзор двух реально очень хороших машин, которые реально покупаются очень много в наши страны. Это BYD Song и ID.4 Volkswagen. Друзья, мы долго думали, чтобы для вас снять такое еще интересное. И по счастливой случайности мы сами являемся владельцем одного из BYD, BYD DELFIN. И как вы думаете, кто его прямой конкурент? Конечно же, Volkswagen ID.3. Так что, друзья, сегодня у нас будет сравнительный обзор вот этих, не побоюсь этого слова, двух прекрасных автомобилей. Давайте смотреть! Так, ребят, ну это, наверное, будет такой самый ожидаемый мной обзор, потому что, в принципе, я люблю автомобиль Volkswagen Golf. Это Golf-класс, это классика. И вот у нас есть два прекрасных представителя Golf-класса, друзья. Прекрасных, я не побоюсь этого слова. Что один красиво выглядит, что второй красиво выглядит. У кого-то синий свет отдает такой морской волной, у кого-то синий свет именно синий свет. Как бы это все не важно. Давайте начнем сразу с размеров. Так, друзья, ID.3. Длина 4261. Ширина 1778. Высота 1568. Колесная база 2765 миллиметров. Это Volkswagen Golf. Это Volkswagen Golf просто на электрическом двигателе. Но рядом у нас стоит дельфин. И, честно говоря, до вот этого сравнительного обзора я не знал, что он меньше. А он реально меньше, друзья. Длина у него 470 миллиметров. Ширина 1770 миллиметров. По высоте он выше. Высота 1570. И колесная база 2700. 2700 ровно. Такий дельфин будет поменьше. Это надо учесть. Но мы потом сядем в салон и посмотрим, насколько его размеры сказываются на комфорте. В дальнейшем это и узнаем. Давайте начнем с колес. Друзья, смотрите. У нас стоит 2 максимальных комплектации. Максимальная комплектация дельфина. Максимальная комплектация ID.3. У дельфина их 4. У ID.3 их 2. Но в топовой комплектации дельфина у нас стоят 17-е катки. Размер у них 205-50 R17. В предыдущих трех комплектациях 16-е катки. ID.3. Топовая комплектация стоят 20-ки. И они смотрятся божественно. Я не побоюсь этого слова. Они смотрятся реально охрененно. Размер 215-45 R20. Ну, вон у нас рядом стоит, друзья, Pure. Базовая комплектация на 18-х катках. Кстати, можем сразу посмотреть их размер. Вот эти колеса смотрятся дешево. Вот согласитесь. Размер 215-55 R18. Разница налицо. Вот эти. И посмотрите на два садки. Два садки, конечно, обалденно дают вид этой машине. Так, друзья, клиренс. Давайте дельфин. Оп. Так, минимальная точка у дельфина будет вот под этим вот колесом, друзья. Вот здесь вот. 17 сантиметров. 17 сантиметров клиренс дельфина. ID.3. Слушай, ну, визуально ID.3, наверное, повыше. Визуально повыше. Сейчас посмотрим, так ли это. Так. Да, у него полностью сплошное дно. Друзья, те же 17 сантиметров. Идентичные. Идентичные им автомобили по клиренсу. Ну, 1-1. Давайте теперь оцинковка кузова. Хотя, в принципе, я могу ее вам сразу сказать. Ну, давайте, давайте, чтобы вы видели, что я не обманываю. Дельфин не оцинкован. Капот. Нет. Крыло. Нет. Двери. Тоже нет. Порог. Порог. Не оцинкован. Задняя дверь. Не оцинковано заднее крыло. Не оцинкована крышка багажника. Не оцинковано, но я, в принципе, это и знал. Дельфин не оцинкованный. Но ID.3, друзья, Крыло. Оцинковано. Капот. Оцинкован. Дверь. Оцинковано. Порог. Оцинкован. Задняя дверь. Оцинковано крыло. Оцинковано крышка багажника пластиковая. Я это и на первых знал, друзья, но это надо признать. ID.3 оцинкованный полностью. Дельфин не оцинкован, в принципе. Ну, будем считать 2.1 в пользу ID.3. Друзья, багажники. Дельфинчик. Электропривода нету, но теоретически поставить можно. Как и следовало было ожидать, он небольшой. Здесь у нас зарядка BYD. Здесь у нас вот подпол, в котором у нас что? Старые номера, которые приклеились. И вот такая вот ниша с знаком и крюком. В принципе, и все. Подсветка есть только одна лампочка. И на этом как бы все. Как следовало ожидать, он небольшой. Вы смотрите, размер моей руки. Вот так вот и сравним. Так будет более точно. Вот по столько глубина дельфинчиков. ID.3. ID.3, я думаю, что будет абсолютно такой же самый. Открывается багажник. Гольфоводы знают. Эмблемой. Не с первого раза. Нет, он больше. Он явно больше, да. Он больше, у него тоже есть только одна лампочка. У него подпол. В подполе, да, как и в ID.6. Просто вот такое углубление есть. Там углубления нет. Ну да. У него вся рука. Надо признать. 3.1. 3.1 в пользу ID.3. Да, тут багажник реально больше, ребят. Но также нету электропривода. И он, кстати, полностью, полностью пластиковый. Так, друзья, салон дельфинчика. Кнопка без ключевого доступа. Ручки стандартные. Кстати, очень комфортные, очень удобные. Тут вопросов нет. Карта двери. Пластик. Кож зам здесь вот, кож зам здесь вот. Все окна с автоматической доводкой. Пластиковый карман. Сидение без подогрева, без вентиляции, без массажа, но с электроприводом, без боковой поддержки. Но сидение безумно удобное, ребят. Безумно удобное. Это я вам говорю, как уже человек, который проехал на 2000 километров. Обалденнейшее сидение. Обалденного качества. Спортивный руль, который перекочевал на BYD сил. Ну, вот согласитесь. Ну, выглядит. Вот просто выглядит. Вот крутой руль. Пластиковая торпеда, воздуховоды, ниша. Ну, как бы, вот так вот. Что у нас здесь? Табло приборов небольшое, на котором у нас показано открытие дверей, удержание полос, автохолд, прочее-прочее. Тут тоже настройки удержания полос и адаптивного круиза. Камеры 360 есть. Качество в них есть. Там я. Качество в них посредственное, но есть. Фишка, конечно, вот этот поворотный экран, который вы будете пользоваться от силы раз, ну, может, два, ну, три максимум, да? Постоянно. Постоянно говорить, что он у вас есть. Все удивлять. Да. Переключение бортового компьютера. Вот расход в киловаттах. Средний расход. Киловатты. Разгон до 100 можно, кстати, замерить здесь даже на табло приборов. Время езды. Средняя скорость. Ну, как бы вот так. Вот. Кнопка старт-стоп там вот спрятана. Кнопка переключения режима въезда R&D вот здесь вот таким вот режимом выставлена. Очень, кстати, комфортно. Вот если Volkswagen, ну, дальше мы покажем вот здесь вот она. Тут она вот таким способом. Она реально прикольная. Режима езды скользкая дорога. Это у нас включение рекуперации стандарт larger, аварийка, кондиционер, обогревы, понятное дело. Отдельная тема, друзья, это, конечно, открытый Android. Тут все, что хотите, можно поставить просто с флешки. Все будет у вас работать. Кто переживал, что у вас нету CarPlay в BYD, пожалуйста, CarPlay можно включить. И я не обман. Вот, пожалуйста, за каких-то там 80 долларов подключение iPhone. Вот Connecting. Сейчас мой телефон должен включиться, если он у меня он не выключен. Да, вот, пожалуйста. CarPlay есть, друзья. Все, все работает, проблем нет абсолютно. Панорамная крыша. Ну, во-первых, черный потолок. Кстати, смотрится. Панорамная крыша, красота. Нету люка, да и фиг бы с ним. Тут у нас, друзья, очечница. Вот, кстати, вот там вот мягенькая она козырьки с лампочками. Сенсорные лампочки здесь. Вот такой вот подлокотничий, который хотелось бы, чтобы он, наверное, открывался, но он не открывается. Здесь у нас беспроводная зарядка, автохолд паркинг. Ну, и там вот такая вот ниша, в которую можно что-нибудь закинуть. В целом, друзья, смотрите. С моим метр семьдесят восемь кулак над головой. Посадка божественная, друзья. Ну, правда, но нет вопросов. Эта машина просто, блин. Я от нее кайфую, действительно. Руль регулируется у нас только по высоте, кстати, да. Я подумал, что-то по вылету регулируется. Нет. Ну, вот как-то так, друзья. В принципе, и все. Там USB-порт. Два USB-порта, то есть и карта памяти. Для видеорегистратора, который, кстати, здесь вот тоже встроенный. Давайте сейчас быстро перебегу на задний ряд, покажу, как там сидеть. Там тоже сидеть хорошо, я могу вам сразу сказать. Не хочется затягивать это видео, слишком хочется показать быстро и хорошо машинки. Место над головой практически с кулак, но есть вот такая вот перекладина, в которую вы будете вот так вот, ну, да, может, и не будете даже цепляться. Подлокотник хотелось бы, но извиняйте, машина бюджетная. Ну, в принципе, сидеть хорошо. Сзади что у нас? Сзади у нас нету нифига. Есть у нас вот такой вот подстаканник, в который в стакан толком и не влезет, потому что в странной формы. И USB-порт обычный, не Type-C. И вот такие тройные кармашки для рогашек. Но прикольные ручки. Ручки открытия дверей вот эти вот такие вот. Так, а теперь владелец этой машины. Ну-ка, поделись своими ощущениями от владения. И уже сколько? Два месяца уже почти. Ну, во-первых, это очень круто машина. Вы сами видите. Вона стильная, вона сучасная, вона швидкая. Сколько тут лошадиных сил? 177, по-моему. Ну, это пушка. Вона просто взлетает. Так как я водой недосвеченный, мне часто немного страшно, хотя я не разганяюсь сильно. Если сравнивать с Volkswagen, мне немного не хватает больше рекуперации. И, как для меня, повторюсь, я не очень недосвеченный водой, вона полосы почти не держит. А мне этого хочется. Но в ID 6 он так стабильно едет. И, по-моему, это экран очень классный качественный, отзывчивый, зарядка. Эти обдувы я от них кайфую. Во-первых, от дизайна, во-вторых, от удобности использования. Ну и, взагалі, BVD – браво. Это очень крутая машина. И, по-моему, в БВД, по-моему, выходит на рынок Европы. Поэтому европейцы встречайте. Вы оцените. А украинцы купуйте, пока они есть. Я тут. Купуйте, пока они есть. Ну, друзья, я полностью солидарен с женой. Машина реально удалась. В БВД вопросов нет. Теперь давайте АД 3 посмотрим. Так, ребята, АД 3. В АД 3 тоже хорошие стандартные ручки. Не вызывать никаких дискомфортов, ничего. Пластиковая карта, кожзам, пластиковый карман. Сиденья. Сиденья красивые. Вопросов нет. Кожзам и тряпка. Насколько оно будет практично при езде, я не знаю. Насколько на нем будет жарко, я тоже не знаю. Но выглядят они реально хорошо. Мне тоже кажется, что они будут жарковаты, потому что у нас есть пример АД 6. Да, мне тоже так кажется. Но есть боковая поддержка. В Дельфине нет. А там... А, в Дельфине тоже справа ручка, да. Так, тут у нас в Прошке есть подогрев лобового окна. В Пьюре его нет. Но, друзья, есть проекция. В Дельфине даже опционально ее нет. В Прошке в АД 3 она есть. Во всем остальном, ребят, это абсолютно тот же АД 6. По экрану, по всему, он чуть-чуть просто поменьше. Экран, естественно, с английским языком. Экран со своими же такими же глюками, как и в АД 6. Ничего не меняется абсолютно. Руль. Все, все то же самое. Адаптивный круиз. Да. Непонятно, сколько у нас пробега на этой машине. Почему-то там он не высвечивался. Кстати, может, тут увидим сейчас. Ну-ка, информация. А вы видите, сразу уже какой-то глюк. Он не показывает, не показывает пробег. Ладно, ничего страшного. Вот такие вот подлокотнички, кстати, очень прикольные. Да, вот в этом плане им удалось. Здесь у нас что? Два ТФС порта. Что-то уже сломали. И что-то еще сломали. Беспроводная зарядка. Ключ абсолютно такой же самый. Два подстаканника. Вот такая вот там бабушка-наслеточка, в которую вы реально ничего не положите. Вот такой вот бардачок с кучей мусора. Но красивый. Красивый. Сочетание синего с серым таким цветом. Плюс, друзья, черный потолок. Это мне очень нравится. Да, сразу скажу, кто знает вот эту тему. Все так же самое трещит, как и в 1.6. Это ручка. То есть, как бы, тут вопросов нет. Ничего не поменялось. Панорама. Панорама есть же, да? Есть. Она что-то не открывается. А, а, а. Я такого еще не видел. Она открывается с другую сторону. Вот так вот. Ну, кстати, ничего. Тоже все равно. Она есть и есть. Маленькие боковые зеркала. Очень маленькие. Но есть датчик слепых зон. Я уже вижу. Это плюс. Зеркало хорошее. Тут все. Есть подсветки. Как бы, ну, пытайнома. А Чечнице нет. А Чечнице нет. Кстати, в 1.6 тоже Чечнице нет. Ладно. Слушай, ну, проекция есть. Здесь, ну, откровенно говоря, она, ну, я не вижу ни смысла. Она реально бестолковая здесь. Так. Там, ребята, эту машину забирают от Изра. Быстренько сажусь на задний ряд. Показываю вам, как тут, кстати, руль. По высоте и по вылету. В Дельфине только по высоте. Тоже надо иметь в виду. Так, дальше. Задний ряд. Подлокотник. Этого там не хватает. Хотя и, как бы, без него можно жить. Но это минус дельфинщика. Два Type-C порта. В Дельфине один просто обычный USB-порт. Ну, тут такие вот маленькие кармашки для рогашек, друзья. Вот они вот такие вот вообще бесполезные. Туда можно положить только визитницы для таксистов. И все. Ну, и как бы вот. Посадка, друзья, нет. Хорошая посадка, друзья, абсолютно хорошая. Вот тоже с кулак над головой. Дельфин АД-3 идеальный. Как тебе АД-3? Я приятно удивлена. Я его видела рік назад на выставке. И мне подобается этот дизайн. Мне подобается колор. Если сравнивать отдельные элементы, ну, однозначно там экран лучше. По функционалу, по взагалі, по зовнішньому вигляду. Також мені подобається ниша в Дельфине більше. По комфортності тут тоже комфортніше сидіння, але я вже бачу, відчуваю, что це дуже жаркий, дуже жаркий. Да, кстати, да. Согласен. А мне тоже жаркий. Красива панорама, як у нас. Тому, знаете, кому що подобається? В принципі вони один в один, ну, дуже схожі. Ну, вот так, друзья. Женский взгляд. Я полностью тоже его поддерживаю. А ну, мені наші більше подобається. Ви бачила той си не кови? Той і ДА. Тож дуже схожі. Це точно. Так, друзі, дзвігатель і батарея. Так, друзі, наш 1-3-й забрали на тест-драйв. Не успел я рассказати про капотное пространство, але там є в салоні машинка. Давайте начнем с Дельфина. Так, под капотом у Дельфина все открыто. Все открыто, але я вже заказав, кстати, такое отделение. Так, кстати, владельцам в Україні, если хотите, вот це все зашивається. В этом місці буде такое отделение, як підзарядку. Все маленьке, все легко доступне. Двигатель открыт, генератор видно. Все, как бы, вопросов нет. Друзі, 4 комплектации. Самая базовая комплектация с меньшей батареей, 3 остальных с батареей побольше. Но так как у нас это топовий Дельфин, у нас і більше, мошніє, мошніє двигатель. Друзі, перших 3 комплектации додат с 70-киловаттним двигателем, 180 ньютон-метрів крутящим моментом. База работает с батареей на 30,7 кВт-часов, що позволяє тому проехати 301 км по тестам INI-DC. 2-я, 3 комплектация. Такой же двигатель 70 кВт, друзья, но уже батарея 44,9 кВт-часа, що позволяє тому проехати 405 км по тестам INI-DC. І, друзья, наш Дельфин, наш топовий Дельфин, с такой же самой батареєю 44,9 кВт-часа, но двигателем, друзья, 130 кВт і 290 ньютон-метрів крутящого момента. І це зажигалка, друзья. Це безумно бешеная машина. Вона рвіт, як ненормальна. Це я вже за 2000 км, я настільки на цьому насладився, що вам не передайся словами. Що можу сразу сказати? В чому виграє Дельфин? Тепловой насос. Даже в самой дешевій комплектации тут є тепловой насос, друзья. І для наших країн це безумніший плюс. Для Гуанчжоу не має ніякого смыслу, тому що сьогодні у нас 16 октября, на улиці 35 градусів жарі, зимой буде плюс 15. Разіцей не має. Але я дуже надеюсь, що ця машина поїде до мене на родину. І там це буде крутою варіант, друзья. Крутою варіант. Вон як то так, друзья. Повірте, хто возьмёт її, ви ні капельки не пожалеєте об цьому виборі, друзья. Двігателе батарею 1.3 і поговоримо в салоні. Кстаті, в нас тут в салоні комплектация Pure. Давайте сразу і посмотрим його в отличі. Пікачу! Слушайте, салон, салон такожі саме. Абсолютно такожі саме. Я знаю його відліща, я можу вам сказати. Во-первых, тут нету подогрева лобового. Це раз. І, друзі, тут даже нету камері заднього віда. В цій комплектации. То есть, она тут іде опціонально. В Прошки только камера заднього віда. В Прошки нету 360. Во всім остальному, в принципі, дуже пох... Ой, хаппи бірзды. Так, че, то вже, наверное, машина. А так, знаєте, ну, как бы, визуально отличий нет. Вот вообще, вот реально, нету просто одной кнопки здесь вот. Ну і, как бы, все. Как бы, все. В отличію, в салоні, вот. А! В ручной все делається, там кнопками. Вот так вот. Так, ну давайте под капот. Раз, два. Боже, ну, такие маленькі эти капоты, да, шо в одном, шо в втором. Так же все доступно, так же... Слушай, у нас там, по-моему, зашито, да, если я не шоу? Или я... Вот, кстати, че-то я не забыл посмотреть. Щас проверим. Тут не зашито ничего. Кстати, как и в ID6. Ну, вот, пожалуйста. Мини ID6. Друзья, в ID3, шо в Pure, шо в Pro, стоит только один вариант электродвигателя и один вариант батареи. Электродвигатель 125 кВт, 310 ньютонметрового крутящего. Слушай, ну, крутящего у него больше, чем в Дельфине получается. Надо попробовать проехаться. И батарея больше, друзья, 57,3 кВт. Что позволяет ему проехать 450 по NEDC. 450 км. Но нет теплового насоса. Честно, наш проезжает где-то 350. Это вот при такой нормальной езде, вот так вот, если хочется немножко погорцевать. С кондиционером, естественно, по Гуанчжоу по-другому никак. Я думаю, что этот будет плюс-минус так же проезжать, потому что 1,6 проезжает по Гуанчжоу 500. По-моему, это максимум. То есть 480 при заявленных, сколько? 588, по-моему. То есть я ставлю на то, что пробег у них будет реально плюс-минус идентичный, друзья. Плюс-минус идентичный. Ну вот как-то так. Во всем остальном, в принципе, эти машины друг друга стоят. По самом деле, они хорошие. И одна, и вторая. Тут реально выбор каждого. Друзья, сейчас проверим. Да, я же забыл посмотреть, есть ли у нас шумоизоляция под капотом. Мне кажется, что у нас ее тоже нету. Я могу, наверное, ошибаться. Нету. Нету шумоизоляции. Ну, 1,1. Друзья, я забыл сказать самое главное. Зарядка в BYD. Во-первых, ну, они как бы его позиционируют, что она заряжается там за 5 минут до 100 километров или что-то такое. Ну, как бы не суть. В другом момент, друзья. В BYD, в BYD есть V2L. То есть вы можете от него подключать, заряжать телефоны, подключать бытовые приборы. Да пофиг что. В Volkswagen такого нету. И ни в Y6, ни в Y3 такого нету, к сожалению. И основной же момент. Это Blade Battery, друзья. Это самая безопасная батарея, которая есть на рынке, которую закупила Tesla. В Volkswagen стоит обычная тройная литивая. Ну, как бы, вот это тоже было не последним моментом, почему мы взяли именно BYD. Вот, друзья. Кстати. Так, забегая на перо, скажу. У нас, так как топовая комплектация, я попробую найти фотки в интернете, как выглядят три другие. Смотрите, в чем отличие. Во-первых, да, как я и говорил, 17-е катки. Во-вторых, губа. Вот такая вот спортивная губа по бамперу. И идут вот такие вот юбки. Такие вот в виде вот, не знаю, плавника, что ли, наверное, да. И, соответственно, на заднем бампере тоже. То есть вот так вот выглядит сзади. Это вот исключительно в топовой версии. Вот такая вот тема. Смотрится это реально божественно, друзья. Я еще вот попробую найти спойлер. Хочу еще сюда спойлер в туалет, чтобы она была прям пушкой, ракетой. И тогда будет вообще красота. Друзья, ну и цены. Вот это, наверное, самая больная тема в этом выпуске, друзья. Давайте быстренько начинаем с дельфина, так как BYD 3 сейчас катаются на тест-драйве. Базовая комплектация. 301 километр, которую никто никогда не видел, которую никто никогда не заказывал. По-моему, даже не принимает на нее заказы. Но она по прайсу есть. Это 102 800 юаней. Самая дешевая, самая бесполезная. Вторая комплектация. Соответственно, первая на пробег 405 километров. Которую, кстати, к слову сказать, проще всего найти, поскольку там нету панорамы. Китайцы ее не покупают. Они в салонах стоят, в принципе. Цена у нее 112 800 юаней, друзья. Третья комплектация. Абсолютно такая же машина, только без обвесов снизу. Внутри выглядит все то же самое. Идентично, только 70 киловатт. Стоит она, друзья, 117 800 юаней. И, в принципе, на самом деле, это самая продаваемая машина, поскольку китайцам вот такой движок, как у нас, не нужен. А нам оказался нужен. Ну и, друзья, наша машина. Вот эта максимальная комплектация, друзья, 130 800 юаней. Ну, друзья, а вот теперь ID 3. Две комплектации. Pure, без камеры заднего вида, с 18-ми катками, 149 800 юаней, друзья. Базовая комплектация. То есть она стоит практически на 20 тысяч дороже, чем топовый вот этот вот дельфин. И, друзья, а теперь самая больная тема. Это ID 3 Pro. Красивая машина. Красивая, на красивых 20-х катках. В хорошем салонах, возможно, немножко жарким, но хорошим. Ну, а цена, друзья, 185 300 юаней этой машины. По-моему, это равносильно 26 тысячам долларов на сегодняшний, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, это очень-очень-очень дохрена. И за эти деньги вы можете купить базовый Сонг, который идет с батареей 72 киловатта практически, который идет с Blade Battery. V2L, кстати, тоже у него есть, который паркетник, который большой, тоже полностью оцинкован, практически полностью оцинкован. Это вы видели в предыдущем обзоре. Друзья, вот и главный ответ, почему, вот, кстати, он вернулся, почему Volkswagen нету в городе. Нет вообще. ID 3, ID 4, ID 6, нафиг они не нужны китайцам. Бензиновые, да, бензиновые покупаются хорошо. ID-шки, менеджер вот приехал, менеджер сам покатался, видимо, на ней. И все. К сожалению. Ну, и, друзья, за эти деньги, понятное дело, что она никому не нужна. Если бы она стоила прошка 150, да, мне кажется, вот это была бы очень хорошая цена, потому что она реально хороша, ID 3. Вот, кстати, я думаю, что вы понимаете, почему мы выбрали именно дельфин. И я, знаете, я абсолютно не сомневаюсь в своем выборе. Я вот сейчас, посмотрев на ID 3, все равно понял, что нет, вот это все-таки будет интереснее. Но вы многие со мной можете не согласиться, и вы тоже будете со своей стороны абсолютно правы. Потому что тут еще дело вкуса играет. И запчасти, да. Вы многие напишите, что ID 3 будет проще с запчастями, хотя на самом деле нифига, все равно их будет заказывать из Китая, из Тайваня. Потому что они все равно это дешевле, чем их тащить с Европы, как и на BYD. Друзья, ну и, в принципе, как бы вот такие две машинки. Сейчас покатаемся на BYD дельфинчики, поснимаем. И потом, надеюсь, что нам дадут снять ID 3. Так что не переключайтесь. Так, ребят, ну что, Тезраев мы начинаем с дельфинчика нашего. Про эту машину можно рассказывать долго, мы ее уже прекрасно знаем. Мы на ней уже наездили 2000 километров, кстати, за это все время. Я могу сказать одно. Что мне в ней... Давайте сразу с минусов, чтобы было все честно. Тут отвратительная стоит резина. Она вот правда отвратительная. Но я ссылаюсь на это, потому что буксует она просто дико. Я не хочу верить в то, что тут не настроена подвеска, потому что мне кажется, что эта машина максимально сбалансирована. Едет машина обалденно. Вопросов нет, она тихая. Шумоизоляция в ней хорошая. Она рулится, ну, прекрасно. Одной рукой она рулится, ну, вообще божественно. Ей приятно легко парковаться в городе после 16-го. То есть она лазит в любую яму, в яму, в любой промежуток между машинами. Это красота. Тут пытание на ма. Да, как электрический байк, который у нас тоже, кстати, есть. Вот смотри. Проверни сейчас камеру. Смотри. Сейчас мой линкольн если не подрежет меня, я попробую разогнаться. Ладно, он подрезан. Смотри, сходу педаль. И просто взлет. И просто взлет. Обалденно. Она просто едет невероятно. Тормозит она тоже хорошо. То есть к управляемости у меня вопросов нет. Но если с места стартануть, то буксует она, конечно, так прямо жестко. Это правда. Это надо иметь в виду. Во всем остальном, посадка, ну, вопросов нет. Жена ездит. Тут как тебе со стороны? Да, кстати, это правда. И они мне здесь действительно комфортнее, чем в D6. Это раз. Второе, они не такие жаркие. Потому что D6 вечно мокрая спина. Здесь, я не знаю, тут нет ни вентиляции, нет ни подогревов, ничего. Но вот как-то вот этот материал эко-кожа, он действительно очень-очень удачный. Очень удачный. Что еще, ребят? За все вот это время, что мы на ней наездили, что бы я хотел бы изменить? Блин, даже я не знаю. Вот реально. Вот, да. Лобовое. Окно, возможно, не очень хорошее. Не знаю, будет видно, да, на камере. Очень сильно отсвечивает вот эта вот там панель, да, вот эта вот торпеда. И оно действительно иногда, ну, как бы так вот, если очки, нет очков без, поляризации, то оно на самом деле глаза так иногда выедает. Видно, да? Вот. Вот это вот такой, наверное, момент, который мне как бы не нравится. Честно, я на самом деле. Ну, да, к нему привыкается. То есть я первое время такой ехал, думаю, блин, так что, у меня глаза, знаете, сами туда вот опускаются на это смотреть. Реально сейчас как бы про это не думаешь. Тут все хорошо, вопросов нет. Во всем остальном, да, есть вот удержание полос, но она не удерживает. Она предупреждает, начинает вибрировать руль, она начинает пищать, но полос она не держит. Это раз. Второе, вот мы не так давно снимали Nissan Ria, вот это, да, и педал. Управление одной ногой. В ID.6 тоже есть такая, ну, своеобразная рекуперация, судя по всему, да. То есть тут такого нет. Вот опускаешь, она просто медленно себе тормозит. Она сбрасывает скорость. Да, она именно сбрасывает скорость, да, все правильно уже она говорит. То есть как бы тут по старинке, газ, тормоз, все как и должно быть, только так это и ездим. Дальше, что еще? Маленькие зеркала боковые, но они вполне считаемы. Абсолютно. Достаточно их для такой небольшой машинки. То есть, да, нету датчика слепых зон. Вот это вот минус. Это я, положа руку на сердце, говорю, действительно, это минус. Хотя, странно, даже в топовой комплектации хотя бы могли его бы сделать. Еще что, жене мешает, тебе мешает, да, на этот планк немного? Да, вот когда жена за рулем, она говорит, что ее, ну, как бы, откликает взгляд. То есть, когда там поворачиваешь, да, где-то вот, ну, вот какая-то вот получается мертвая зона в каком-то из этих вот моментов. Хотя мне нормально, поскольку вот этот маленький вырез, как бы, вполне этого достаточно, мне кажется. Хотя, да, тут опять-таки, возможно, еще дело, как бы, опытности, да, действительно. То есть, как бы, я-то уже много лет за рулем. А так, в основном, ребят, сказать, ну, да, цвет, конечно, даже, на правду, или цвет, это просто балдежка. Я ее взял именно поэтому, наверное, в основном, этот синий с черным сочетанием, это просто нечто. Камеры 360 есть, понятное дело, все работает, качество у них посредственное, это вот, вот, надо иметь в виду, как бы, я бы не сказал, что они там, какого, чем-то особенным выделяются. Они есть и есть, и слава богу, как бы, и на этом спасибо, как бы, за это доплачивать не пришлось. То есть, адаптивный круиз-контроль есть, но, как бы, мы его ни разу не использовали, потому что эта машина ездит в основном, не в основном, а в принципе, по городу. И, как бы, тут его особо, и куда, тут вечные пробки, особо нема смысла в нем. Так, не знаю, ребят, расход, расход, кстати, средний у нас получается где-то около 12, у него плюс-минус. Я знаю, сейчас найду, не найду, как это, переключаю, кстати, пару, а, да, вот 11 киловатт, средний расход сейчас у нас вот, идет по городу, вот. Ну, и как бы так, ребят, табло вот это вот приборов абсолютно читаемо, на солнце не высветает, экран также абсолютно читаемый. Так, как у нас машина еще конец 21-го года, у нас еще есть радио. В новых прошивках его почему-то убрали не только в «Дельфине», во всех «БиВаде», и в «Сунгах», и в «Тангах», и в «Большине», и в «Ханах». Это очень странно, с одной стороны, с другой стороны, китайцы радио не слушают, потому что качество приема радиостанции здесь отвратительное. И здесь все слушают радио исключительно онлайн. Как бы онлайн радио, оно здесь и есть. Ну, и встроенный вот видеорегистратор, да, видеорегистратор вот DVR, вот тут на планшете выключается. Правда, мы еще не купили карту памяти. Но видеорегистратор, кстати, смотрите, хорошего качества, очень хорошего качества. Тут проблем нет. Эта машина была, знаете, вот, несмотря на то, что мы ее купили даже практически по цене новой машины с пробегом 12 тысяч, как я и говорил, что ее ожидание вот этой комплектации 3-4 месяца, я ни капельки не жалею, она идеальна, да. То есть, ну, не к чему тут придраться, как бы практически, да. То есть, как бы машина бушная, машина с рук, машина не с такси, ниоткуда. Я ездил она по Шенчжене, а не по Гонжоу. В Шенчжене люди гораздо адекватнее на дорогах. Так что мы считаем это удачнейшей покупкой. Ты так думаешь? Я абсолютно сгодно с тобой. Так все-таки это подарок жены, это как бы машина не моя, моя машина другая побольше. Да, так что... Я супер задумала, не рекомендую. Вот это вот... Машина унисекс, для всех. Да, вот это вот отзыв владельца этой машины, действительно. И знаете, вот... Полуее. Если кому-то может показаться, что она какая-то там немножко женская для девочки... Абсолютно не ее. Абсолютно нет. Моноскративно. Что еще тут говорить? Едет она хорошо, едет она тихо, едет она бодро. Расходует киловатт от 11-12, как бы, в принципе, на этом думаю. И все, чтобы не затягивать это видео, как бы... Поверьте, вот вы ее возьмете, вы будете абсолютно ей довольны. И владельцы дельфинов в Украине уже это подтвердят. Я думаю, даже в комментариях под видео и к нам и напишут. Так что, друзья, вот с дельфином окончили. Пойдемте сейчас кататься на АДИ-3. Слушайте, но шумоизоляция на самом деле неплохая. Вот мы сейчас уже начали ехать в АДИ-3. Ну, да, как я сразу говорил, я был в этом уверен, что в АДИ-6, что в АДИ-3 она реально хорошая. Но сиденья мы уже чувствуем, да, чувствуем, что парят. Очень, да. В учетах жаркого лета, да. Да. То есть, как бы, опять-таки, это мы сравним Гуанчжоу. То есть у вас... А дымка будет круто! Да, зимой будет прям без подогрева даже хорошо. Кстати, а подогревы тут-то есть. Да, подогревы есть. В АДИ-3 их нету. Вот тоже так. В чем лучше будет, конечно, АДИ-3 для зимы. Но, опять-таки, нету теплового насоса. Кстати, смотри, дворники. Дворники, видишь, в разнобой идут. Ну, они нихера не моют. Все окна грязные. Вообще нет. Да, она просто размазывала все окна. Кстати, вот Drive and Assist. Да. Все то же самое тут. Вот, адаптивный круиз-контроль до удержания полос. Но тут это, наверное, будет работать получше Дельфина, мне кажется. Потому что вот в АДИ-6 действительно очень прям держит хорошо полосу. Ну, я попробую это тоже потом посмотреть. Крикматическое с ним все абсолютно идентично. Да. Абсолютно идентично АДИ-6. И какая-то ошибка в этом планшете, видите. Он поэтому не показывает, как у нее пробег. То есть, возможно, полетела ПО, на самом деле. Что это вполне вероятно. Потому что, ну, владельцы АДИ-6... Да, вот эти вот. АДИ-4, в принципе, прекрасно понимают, что такое планшет этих вот, да, Вольсвагенов. А в целом, да, так, знаете, очень неплохая машинка. Ну, действительно, она неплохая абсолютно. Это правда. То есть, как бы, я еще раз повторюсь. Если вы владелец или хотите купить эти третий, смело покупайте. Она вам понравится. Она хороша. Вот, ну, скажи. Правда, хороша, да? Да, однозначно. Но, верюте. Да. Да. То есть, как бы, она не стоит этих денег. Вот, она стоит, ну, 23 доллара, где-то так, наверное. То есть, как бы, я бы, ну, наверное, бы и купил бы за эти деньги. Ну, я в юане. 150 тысяч юай, мне кажется, это нормальная за нее цена была бы. За вот эту комплектацию PRO. Но не запью. Да, слушай, горячие сиденья уже горячие от него даже. Слушай, вот что мне нравится в ID.6 и тут тоже. Тут очень тяжелый руль. Очень тяжелый руль. За счет вот этого вот driving assistant. То есть, в дельфине можно лететь прям как бешеный, ненормально. Она будет такая юркая. Тут она вкопанная. Она реально вкопанная. На лима? А, вот это мхо. Она реально как вкопанная едет. Руль абсолютно идентичная ID.6. Вот, правда. Тут вопросов нет. Проекция на экран, если бы ее не было, вы бы вообще ничего не потеряли. Поверьте, она мало того, что ее хреново видно на самом деле, она кроме как в скорости и впереди идущая машина, которая вот по сути здесь показывается, ничего не показывает. Толку от нее никакой. Но так в целом, слушай, узко. Вот правда узко. Посмотри, вот у меня, видишь, вот мое телосложение. Я вот поджимаю под себя руку, чтобы положить ее на подлокотник. Видно? Видно, да, на камере? То есть, я бы ее вот так вот положил. Вот тут вот она должна быть. Вот так она мне, конечно, узковата. Ему отлично. Вот он сидит там прекрасно, он маленький, ему хорошо. Мне реально узко. А в дельфине есть ли вы такие учили? В дельфине нет, он там полностью широкий. Вот так положил себе здесь и все. То есть, я вот хочу вот здесь вот эту луку держать. Вот, вот у меня удобная рука. Но не вот так вот. Вот так вот я прям некомфортно себя чувствую. А так, да. Слушай, ну я бы, может быть, сделал бы сидушку чуть пошире, потому что у меня жопа немножко не помещается сюда. Так, чуть-чуть узковато. А в целом норм. Нет, ну слушай, он тоже рвет. Это надо признать. Мы сейчас едем на чем вообще? Мы едем еще и на, даже не на спорте, вот спорт сейчас будет. Слушай, нет, он нормально подрывает. Вполне. И мощность получается, это 125 киловатт, у нас 130, то есть, наш чуть-чуть мощнее. Но у этого крутящий момент больше. Тут 310, у нас 290. Смотри. Ты чувствуешь, да? Она прям так рвет. Она нормально хочет подрывать? Нет. Вопросов нет. Она хорошо едет, ребят. Она реально хорошо едет. Но некомфортно. Вот тут, ну как-то, ну вот. Ты знаешь, нет, у меня вот именно вот ощущение, вот пос... А ну дай камеру, я попробую показать. Вот посмотрите на мою посадку. То есть видите, вот край сидушки и край моей ноги. То есть вот она как бы закругляется, то есть она должна быть немножко вот пошире. То есть я немножко не помещаюсь сюда. Вот, к сожалению. Хотя, блин, тебе было бы прекрасно. Вот ты сюда сядешь за руль, ты кайфанешь. Вот тебе будет прямо идеально, я тебе гарантирую. Но визуально в Дельфине сидение... Комфортнее. Уже. Вот в этом момент. В этом реально есть момент. Они визуально действительно уже. Но они не уже. Да, они комфортнее в Дельфине. Это я на полном час, с полной уверенностью говорю. Ну и сзади все их сидения выглядят старомодно. Дуже старомодно, честно. Вот вся головка, ну вообще ни о чем. Ну нет, ты знаешь, тут я бы поспорил на самом деле. Сзади где-то ли в спусте есть. Не, ну это сзади. На самом деле это немецкая практичность, да. Как бы они любят вот такое. То есть как бы, видите, поэтому экран. Это маленький экранчик, просто дельфин, да, вот это вот стоит планшет. Кстати, друзья, это тоже на самом деле один из таких важных моментов. Часто мне в комментариях пишут, что типа нахера нужны вот эти вот три экрана, раз, два, три, типа, ну вечером едешь, он отвлекает взгляд. От частности вы правы. Но есть другое, ребят, вы не живете в Китае. Для китайцев это безумно важно. Не важно, какого оно там качества. Не важно, что оно там может даже работать с какой-то херней, с перебоями. Но, как показывает статистика, ребят, те, у кого этих машин, в машинах нету этих экранах, вот, пожалуйста, один третий, маленький кран, им не интересны эти машины. Вот им надо, чтобы было вот прям все такое вот. Кинотеатр. Кинотеатр, да, вот в прямом смысле слова. То есть не важно, как оно работает, главное, чтобы оно было. Им нравится вот эта вот яркость. Вот они просто такое вот любят. Это вот специфика вот. Я думаю, что не только китайцы, я думаю, всех азиатов. То есть для меня как бы это тоже нафиг не упало. Мне вот этого вот, ну, в ID.6 этого достаточно. Хотя реальный экран этот, ну, как бы, планшет отвратительный. Вечно, с этими глютками. Но я включил себе CarPlay, и мне этого, в принципе, достаточно. И все, как бы. Это, это, опять-таки, каждому свое, ребят. И, ну, тут надо понять, что действительно это вот, да, мы живем в разных мирах. Для них это действительно очень важно, друзья. В принципе, вот мы, как бы, сейчас подъезжаем к салону. Такой небольшой тестерев у нас получился. На самом деле, в принципе, я ожидаемо почувствовал то, что я и думал. То, что я и планировал увидеть. То есть едет, она реально хорошо, как ID.6. Она едет как вкопанная, она тяжелая, с тяжелым рулем. Несмотря на то, что она маленькая. Нет вопросов у меня. Нет вопросов у меня к езде вообще. Купите, будете довольны. Тут вопросов, ребят, абсолютно нет. Тут реально, вот, как и в предыдущем видео, подытожить можно только одним. Выбирайте, наверное, даже больше сердцем. Потому что, действительно, эти машины, ну, может, ID.3 вы там еще в Украине где-то найдете. Би-Види, конечно, пока что сложно. Купите Би-Види, не пожалеете ни капельки. Купите Вольфсваген, не пожалеете ни капельки, ребят. И я вам это абсолютно гарантирую. Так что, друзья, вот такой у нас получился сегодня тест-драйвик. Обзор. Сравнение двух реально хороших машин. Я надеюсь, что каждый для себя сделал какой-то вывод. Мы для себя вывод сделали, вы его уже знаете. Он там стоит на стоянке, ждет нас, когда мы выйдем из Вольфсвагена. Так что, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Друзья, покупайте проверенные машины. Вот, в частности, ID.3 BYD. Тоже дельфинчик, почему бы и нет. Он вам сразу сегодня поможет, друзья. Так что, еще раз всем спасибо за обзор. И до скорого. Всем пока-пока.